Благоустройство банного леса Почему такие претензии к дорожкам? Что такого плохого в этих дорожках, указанных в проекте? Ну так чем не устраивают дорожки? А давайте посмотрим на проект Вот эти дороги, помеченные коричневым цветом, предполагается сделать 4-х метровой ширины Вот представьте себе, мы стоим на одной из существующих дорожек, которая шириной около метра 20 Для того, чтобы вот здесь, вот в этой части, проложить 4-х метровую дорогу, придется вырубить большое количество деревьев из права и слева Второй момент, второй момент, который не устраивает Посмотрим на проект Вот этой дороги, вот этого участка дороги сейчас не существует Она должна пройти от Красноармейского шоссе в сторону бензочасти Вот прямо за мной, сейчас так, как я стою 700 метров дороги и 4 метра шириной Вот такую огромную трассу нужно прорубить среди леса, для того, чтобы построить вот эту дорогу Для чего? И, наконец, третий момент, который нас не устраивает Посмотрите, какой непротяженный вот этот, получается, круговой маршрут Он обязательно должен быть, прогулочный маршрут для пешеходов и для велосипедистов Но он должен быть большей ширины И мы неоднократно предлагали сделать его по северной части леса, провести его А не вот такой короткий Потому что иначе люди будут ходить, как заключенные на прогулке в тюрьме Одними и теми же кругами бесконечно То есть, вот такие претензии к дорожкам Тем, что они очень широкие, 4 метра Тем, что для их прокладки потребуется вырубка огромного количества деревьев И тем, наконец, что этот прогулочный маршрут очень небольшой протяженности Наталья Викторовна, получается, что вы вообще против вырубки деревьев И вопрос у меня такой, а сколько вообще предполагается вырубить деревьев? А вот тут самое интересное Проектировщик не подготовил дендроплан То есть, он не подготовил документ, на котором нанесены все существующие деревья Поэтому определить по проекту, сколько деревьев вырубается, невозможно Это грубейшая ошибка И отсутствие таких материалов Это грубейший просчет в проектировании Я также знаю, что вы против материалов, которые планируется использовать для этих дорожек А почему вы против этих материалов? Объясните, пожалуйста Ну, хочу сказать, что проектом предусмотрены все дорожки в парке И широкие, и узкие, и мелкие тропы Сделать из плитки с покрытием резиной Ну, с покрытием резиной делают обычно детские площадки и спортивные площадки Для того, чтобы амортизировать удары и, так сказать, исключить какие-то несчастные случаи Представьте себе, что все дороги в банном лесу, все без исключения, будут сделаны из плитки Из дорогостоящего материала, на который будет уложена резина Вообще-то обычно резина укладывается на асфальт На плотный твердый материал и приклеится специальным клеющим составом Зачем резину укладывать на плитку, скрывая дорогостоящий материал, непонятно Плюс еще, проектировщики абсолютно не продумали такой вопрос, как дальнейшая эксплуатация этих дорожек Ведь их нужно будет чистить и зимой, и летом И после первого же прохода трактора со щеткой, вся эта резина будет просто сметена Ну, вот у нас горожане заявляют, что они хотят ходить по удобным, сухим и чистым дорожкам А какими они тогда могут быть здесь, в лесу? Ну, все правильно говорят горожане Действительно, в лесу есть несколько транзитных маршрутов Люди идут в микрорайон, люди идут в медсанчасть, люди идут на железнодорожную станцию И они действительно должны пройти быстро, удобно и так, чтобы не испачкать обувь И вот эти транзитные маршруты обязательно должны быть с твердым покрытием, с плиткой Дальше нужно подумать, какие еще широкие дорожки, большие, нужно сделать с плиточным покрытием А все остальные дорожки в лесу нужно сделать с грунтовым покрытием Есть определенные технологии устройства грунтовых дорог Когда к грунту добавляются связующие материалы Дорожки получаются также сухими, ровными и чистыми, без луж и без выбоин И это более, конечно, экологически оправдано То есть конструкцию дорожек мы с вами описали А ширина дорожек должна быть такой, чтобы на ней свободно могли расходиться два пешехода во встречном движении Плюс нужно добавить необходимую ширину для проезда велосипедистов Итого не больше 2-2,5 метров должна быть ширина дорог в Банном лесу В Банном лесу много гуляют родители с колясками И какие условия нужно сделать, создать благоприятные для такой категории граждан? Но, к сожалению, проектам не предусмотрено для этой категории граждан никаких особых условий Так что нужно сделать для мам с колясками? Нужно сделать песочницы, буквально одну-две, на опушке леса, где бы они не мешали Чтобы маленькие дети могли ковыряться в этой песочнице, а мама рядом отдыхать на лавочке В последнем проекте проектировщикам была предусмотрена спортивная площадка в центре леса Действительно, у нас и дети, и подростки хотят иметь такую площадку Как быть в данном случае? Если она действительно нужна, проектировщики должны сделать определенные расчеты потребностей в этой площадке И я, собственно, не возражаю против размещения этой площадки Но только не в центре соснового леса, не на корнях 150-летних сокетов Ее тоже нужно перенести на опушку леса Мы сейчас находимся в южной части леса, ближе к железнодорожной станции Посмотрите, какой великолепный сосновый бор, вековые сосны Но, к сожалению, очень много выпадов деревьев, и лес постепенно погибает К моему огромному огорчению, проектировщиками не предусмотрен никаких работ по восстановлению леса Не планируется высадить ни одного дерева в лесу, что абсолютно недопустимо Конечно, главной частью проекта благоустройства этого леса должны быть работы по посадке деревьев в лесу Наталья Викторовна, вот по поводу благоустройства дороже, какими они должны быть? Удобными, сухими, чистыми? Вы сказали А что по поводу освещения? Конечно, освещения обязательно должно быть Мы сейчас стоим на транзитной дороге, по которой люди идут от железнодорожной станции в микрорайон Северный И, конечно, по всем транзитным дорогам должно быть предусмотрено освещение Но в проекте, к сожалению, освещение предусматривается по всем, без исключения, дорогам банного леса Даже по так называемым козьим тропам Но это совершенно не нужно Пусть жители леса, насекомые, птицы живут спокойно Мы сохраним и флору, и фауну, если не будем на каждой козьей тропе громоздить линии освещения Но еще есть более интересная деталь Проектировщики не получили технических условий на подключение своих линий освещения к электросетям Это значит, что они не знают точку подключения И не знают мощности, которая будет выделена на вот эти линии освещения Так как же они проектировали? Вопрос Горожане также еще хотят игровую и спортивную зону для детей То есть для маленьких детей, для детей подросткового возраста А что Вы предлагаете сделать в проекте по этому вопросу? Ну, мы говорили о том, что спортивная площадка в центре леса неприемлема Просто потому, что придется так же вырубать деревья, как и для прокладки дорожек Но есть замечательные пустыри у нас в районе банного леса Где можно разместить всю игровую инфраструктуру И спортивные площадки, и детские И вот мы находимся на одной из них Вот видите, огромный пустырь, бывшие огороды с улицы Лермонтова Можно разместить огромное количество площадок развлекательных, спортивных, каких угодно И такая же есть зона по Красноармейскому шоссе Недалеко от железнодорожной станции Там тоже большой пустырь И так же можно разместить все, что угодно Наталья Викторовна, Вы рассказали по поводу дорожек Какими они должны быть По поводу освещения По поводу игровых зон Какие у Вас еще претензии есть к данному вообще проекту? Ну, к сожалению, этот проект не располагает основными фундаментальными материалами Которые, собственно, делают набор бумаги проектом В этом проекте нет плана подземных коммуникаций В этом проекте не нанесены существующие деревья на план Нет разбивочного чертежа Ну, не буду утомлять своих собеседников техническими терминами Но половина необходимой документации Которая должна быть в составе благоустройства В составе проекта благоустройства Она попросту отсутствует А как же тогда поработать по этому проекту? Можно что-то исправить, доделать, перенести? Ну, что-то исправить очень сложно Представьте себе, что Вы вместо 17-этажного дома Построили трехэтажный развалин, да еще без фундамента То есть здесь нужно сносить весь этот проект предложенный И делать все заново Делать как положено, этапами, определенной методикой Но сейчас, мне кажется, очень сложно что-то исправить От этого проекта нужно отказаться Мягко говоря, или грубо говоря, выбросить его на помойку И дальше начинать все делать правильно, грамотно Так, как положено Нужно приобрести необходимую, исходную техническую документацию И на ее базе уже последовательно строить все графические материалы проекта Правильно я Вас понимаю, что так же, как и невозможно построить дом по рисунку Так же невозможно по такому же рисунку построить, благоустроить банный лес Ну, совершенно верно Сейчас проекта как такового не существует И поэтому нужно начинать все делать заново Наталья Викторовна, а согласны ли Вы запланированной суммой Суммой 150 миллионов на этот проект, так называемый Ну, к сожалению, проверить смету досконально я не имела возможности Для этого нужны специальные программы Но, конечно, смета в 150 миллионов рублей вызывает очень большие вопросы Тем более в отсутствии грамотной технической документации в составе проекта И над этим нужно работать Если это все воплотят, как это будет обслуживаться? Потому что на примере детских спортивных площадок городских, которые уже имеются Мы видим, что они не убираются, не ремонтируются Как здесь в данном случае? В данном случае тоже все плохо Никакие работы по уходу за созданными элементами благоустройства не предусмотрены проектом И как их будут ремонтировать, обслуживать, защищать от вандальных действий, совершенно непонятно Ну, и еще один интересный момент про дорожки Посмотрите на два проекта, 17-го года и 18-го года Они похожи, как братья-близнецы Проектировщик в 18-м году долго не задумывался Просто одним щелчком компьютерной мыши удалил развлекательную вот эту инфраструктуру Оставив всю планировку дорожек той же самой Наталья Викторовна, резюмируйте, пожалуйста, ваши разумные предложения по проекту Ну, а что предлагаем мы? Все просто и, мне кажется, совершенно разумно Во-первых, конечно, отремонтировать все дорожки, существующие в лесу Как я говорила, основные дороги с твердым покрытием, остальные с грунтовым покрытием Второе, проложить большой круговой прогулочный маршрут Который будет использоваться и пешеходами, и велосипедистами Третье, восстановить лес в южной части банного леса Обязательно произвести посадки деревьев и кустарников Четвертое, установить определенное количество скамеек для отдыха посетителей парка Пятое, сделать освещение по транзитным дорогам Ну, и шестое, конечно, предусмотреть кормушки для птиц и зверей Вот, собственно, и все Ну, и еще, может быть, одну-две небольшие песочницы для детишек маленького возраста Для их отдыха вместе с мамами Вот и все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!